В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Дома номер 209 по улице Добросельская может грозить обрушение. Об этом говорят общественники организации ЖКХ «Контроль». Месяц назад их вызвали жители, заметив на фасаде своего дома трещины. С виду крепкая пятиэтажка, как оказалось, разрушается изнутри. А что об этом думает управляющая компания, которая собирает собственников ежемесячную плату за обслуживание? Ответ на этот вопрос услышал Александр Инин. Галина Александровна слегка тугоуха, но даже она по ночам слышит какое-то шуршание. Шишок в народе домовой, и он ни при чем. Оказалось, что трещит наружная стена. Если приглядеться, вокруг окна Галины Александровны мелкие трещины. Само окно лопнуло в нескольких местах. Такое бывает, когда фундамент проседает из-за влаги, а ее здесь предостаточно. По словам жителей, вода в подвале стояла с весны и все лето. Откачивать ее стали только после того, как в ситуацию вмешались общественники. Здесь идет подтопление фундамента. Блок фундаментный уже начал проседать. Соответственно, пошла деформация следующего за ним бетонного блока. И, соответственно, под тяжестью проседает и непосредственно сама стена. Проседает настолько, что в некоторых местах из стены уже вылетели кирпичи. А ведь на них держится межэтажное перекрытие. В общем, диагноз неутешительный. Дом может рухнуть. Месяц назад жители обратились в организацию ЖКХ-контроль. Та потребовала от управкомпании принять меры. Кроме того, проинформировала о случившемся государственную жилинспекцию. Но за месяц ситуация не изменилась. Кто-то должен выехать, специалисты, какие-то маячки делать. Ну что-то надо делать. Потому что так вот нереально. Я не знаю. Я вот с двумя детьми. Это очень опасно. Угроза для жизни. Угрозу для жизни уже проглядели в Струнино. В 2011 году там рухнул многоэтажный дом. Погибли ребенок и 40-летняя женщина. На улице Сакайванцетти два года назад из-за движения стены дома тоже полетела кирпичная кладка. К счастью, во Владимире никто не погиб. Почему за дом на Добросельской переживают только общественники, непонятно. Управкомпания до сих пор не поставила даже маячки, которые дали бы представление о том, насколько быстро увеличиваются трещины. Главный инженер говорит, что сделает это только после праздника. А по поводу стены? А вы сколько этим домом управляете? Четыре года. Четыре года. Вы этой трещины не видели? Видели. Ну жалоб не было от жителей. Ну вы же отвечаете за этот дом. Но жители не понимают этого. Ну что там бабушки, они ничего не понимают. Дом разрушается изнутри, потому что в подвал попадает вода. Одна из причин наверняка вот в этой дырке. Она прямо в отмостке. Сделал ее подрядчик управкомпании, когда менял трубу. Здесь проводились работы. Вод меняли управляющие компании. Вод меняли до колодца. Буквально, может, месяц назад. И за месяц, конечно, не нашлось времени заделать дырку в отмостке. Понадобилось вмешательство общественников и приезд телевидения. Кстати, капремонт дома планировался только в 2043 году. Теперь, конечно, этот срок будет приближен. Ремонт фасада здесь возможен текущий. По текущему ремонту. За счет средств, которые платят жители ежемесячно непосредственно. За содержание текущий ремонт. А ремонт фундамента непосредственно уже за счет средств фонда капитального ремонта. Потому что работа достаточно дорогостоящая. Самое главное, что здесь необходимо предварительное заключение специалистов о виде капитального ремонта. Какую конкретно работу нужно провести. Просто недостаточно будет замазать, заменить отдельные кирпичи. Вызвать этих специалистов обязана управкомпания. Она же должна устранить и выявленные мелкие нарушения. А таковых общественники насчитали больше 20. В противном случае ЖКХ-контроль будет добиваться, чтобы директор управкомпании понес административную ответственность. Александр Инин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев покидает свой пост. Информация об этом появилась сегодня утром на его личной странице в соцсети. В своем сообщении Игорь Конышев пишет, что ему поступило предложение заняться новым проектом и благодарит всех, кто работал с ним эти два года. Именно столько он занимал должность гендиректора. Напомним, в июне 2016 года Игорь Конышев пришел на смену бывшему директору Светлане Мельниковой. В пресс-службе музея-заповедника информацию о смене руководства нам не подтвердили и не опровергли. Сообщили лишь, что сейчас гендиректор ВСМЗ находится в Москве. Мы связались с Игорем Конышевым в соцсетях. Исполняет обязанности родина Мария Евгеньевна. Я же получил предложение от министра культуры и буду заниматься новым проектом. В сфере культуры, разумеется. Дать нам более подробный комментарий Игорь Конышев пообещал позднее. По нашей информации, на должность он был назначен Минкультом России по контракту на три года, который истекает только в июне 2019-го. Вероятно, досрочный разрыв контракта связан с решением министерства. За время работы Игоря Конышева на посту руководителя музея у общественности возникло много вопросов к его деятельности. Главными из которых были закрытие детского музейного центра, сокращение ряда научных сотрудников и осовременивание исторических экспозиций музея. На ситуацию, в которой сейчас находится музей-заповедник, люди жаловались министру культуры и даже президенту страны. Почетный президент Владимира Судольского музея-заповедника Алиса Аксенова, которая руководила музейной империей 50 лет, в последние годы неоднократно требовала отставки Конышева. По ее мнению, по вине нынешнего руководителя, музей оказался в глубоком кризисе и будущее его туманно. Так что у него уже тут дела плохо. С тысячами подписей граждан Владимира, с тысячами родителей, учителей, просто граждан, которые потеряли такой замечательный дом. Назначать будет в любом случае министерство, да, новое руководство? Да, да, да. Раньше в уставе было написано, что директор назначается при согласовании с местными властями. Этот пункт в последнем варианте, последний вариант устава, по которому он был назначен, он исчез. Это неправильно. Изменения в структуре исполнительной власти. Выборы в губернаторе Владимирской области завершились 23 сентября. С тех пор, как народ проголосовал за новую власть, прошло чуть больше месяца. Но за это время в Белом доме уже произошли серьезные кадровые изменения. Кто покинул команду Владимира Сипягина, а кто в нее вошел? О кадровых перестановках в системе областной администрации расскажем в следующем материале. Это кадры с первой пресс-конференции Владимира Сипягина в качестве избранного губернатора 33 региона. Сразу после своей победы на выборах новый глава региональной исполнительной власти заявил, изменения в структуре безусловно будут. Вот только конкретику тогда Владимир Сипягин озвучивать не стал. Я бы не хотел их сейчас озвучивать. Почему? Потому что сейчас на территории Владимирской области по закону работает предыдущая команда. Давайте не будем их волновать. Пусть они выполняют свои функциональные обязанности качественно. Потому что если сейчас я начну называть фамилии конкретные и говорить, кто придет на смену тому или иному чиновнику, то начнется нервотрепка. А это отразится на жителях Владимирской области. А я этого допустить никак не могу. Время перемен октябрь месяц. Сам Владимир Сипягин неоднократно заявлял, что штат областной администрации сильно раздут. Напомню, у Светланы Орловой было три первых заместителя и еще семь замов. На днях уволился первый заместитель губернатора области Алексей Конышев. Он курировал региональную промышленность и занимался экономической политикой региона. Теперь уже экс-чиновник перешел на работу генеральным директором компании «Газпром» газораспределения Владимир. А его обязанности пока исполняет Вячеслав Кузин. К слову, у самого Кузина в финансовом департаменте появился зам. Бывший депутат ЗАГС Собрания и экс-председатель комитета ЗАЭС по бюджетной и налоговой политике Максим Васенин поговаривает, что со временем Васенин может оказаться в кресле самого Кузина и стать первым заместителем губернатора. Далее в октябре глава региона фактически оставил двух своих замов без работы. Речь идет о вице-губернаторе по строительству Ренате Чигаеве и вице-губернаторе по имущественным и земельным отношениям Елене Мазанько, которая сейчас под следствием. Их обязанности перераспределены между другими замами. Заявление на увольнение написал и Михаил Колков. Ранее он был главным по социальной политике. Сейчас находится в отпуске. В сухом остатке на сегодняшний день картина с заместителями первого лица области такова. Кто работает вот именно на сегодняшний день? Один вице-губернатор Вячеслав Павлович Кузин и три заместителя. В отпусках давайте смотреть. Лидия Смолина, первый заместитель губернатора. Лобаков Александр Борисович, он в отпуске. Колков Михаил Юрьевич. Под вопросом продолжает ли отпуск у Чигаева Рената Булатовича, по нашим данным, он болеет. Если больничный лист, неизвестно. Идем дальше. Департаменты. Начинаем со здравоохранения. Александр Кирюхин больше не главный областной врач. Теперь он работает пульмонологом в областной клинической больнице. Медицинским ведомством же, пока с приставкой ИО, руководит в прошлом заместитель Кирюхина Юлия Арсенина. Новое лицо в департаменте ЖКХ. Заместителем руководителя Глеба Серегина, который пока находится в отпуске, и из которого, вероятнее всего, уже не выйдет на работу в Белый дом, пришел Илья Потапов. По всей вероятности, он и займет кресло директора ведомства. До этого Потапов трудился в городском жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместо Веры Зинатулиной областной культурой стала руководить Алиса Бирюкова. До этого она работала ее заместителем. Сменился руководитель, отвечающий за информационную политику региональной исполнительной власти. Вместо Ивана Чердаклиева комитет общественных связей и средств массовой информации возглавила Ольга Петрова. Ранее она выполняла обязанности пресс-секретаря в областном суде. Комитет по молодежной политике покинула Алиса Абрамова. Вместо нее профильный комитет пока возглавляет Светлана Жирова. Место председателя комитета по туризму освободила Елена Перескокова. Ее временно будет заменять Светлана Макарова. За взаимодействие Белого дома с органами федеральной госвласти и органами местного самоуправления теперь будет отвечать Олег Леухин. Он занял должность председателя комитета внутренней политики. Стоит отметить, что он уже возглавлял данную структуру 4 года назад. Однако затем лишился этой должности и покинул команду Светланы Орловой. И вот теперь Леухин возвращается и вновь занимает знакомый ему пост. Изменились представители Владимирской области и в Совете Федерации. Представлять интересы жителей 33-го региона в главном законодательном органе страны теперь будут Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин. Они пришли на смену Антону Белякову и Сергею Рыбакову. Алексей Дудин, 6 канал. Провели проверку. После наших сюжетов о проблемах жителей Ставрова в поселок наведалась комиссия департамента ЖКХ. Чиновники пообщались с населением на тему перетопов, а также своими глазами увидели проблемы благоустройства. Каким выводом пришли ревизоры? Смотрите в следующем сюжете. С визитом в Ставрово приехала комиссия департамента ЖКХ. Чиновники инициировали проверку после ряда сюжетов нашего телеканала. На улице Комсомольской недовольство жителей достигло своего пика. Еще в августе мы рассказывали, что люди жалуются на перетоп в квартирах. Поставщик тепла не соблюдает температурный режим, а жители из-за этого переплачивают за тепло и горячую воду. К этой проблеме добавилась еще одна. Недоделанный ремонт придомовой территории. Мы собрали все документы, что надо, протокол выставили, какие нам работы нужно были сделать. Но однако же нам, как видите, ничего не сделали практически. Вот муниципальную дорогу немножко заровняли и все. Этот вопрос администрация поселка будет решать с подрядчиком в судебном порядке. Материалы для иска уже подготовили. Взяли на контроль и проблемы перетопа. В ближайшее время будет создан проект реконструкции центрального теплового узла, который полностью должен избавить жителей от переплаты за избыточное теплооснабжение. А также... Завтра глава администрации сказал, что мы встречаемся с ресурсонажающей организацией для сверки на наличие перетопов. Я думаю, что жители могут рассчитывать на перерасчет в этом отопительном сезоне. А у 10-го дома на Комсомольской комиссия оценивает благоустройство территории. 26 октября мы уже рассказывали о качестве ремонта дороги и тротуара в этом дворе. Полотно на пешеходных дорожках неровное, а к тротуару рабочие приладили старый бордюрный камень. Жители таким качеством работ недовольны. Нам, в принципе, не нравится, как сделали тротуар. Вот, посмотрите, очень кривой, неказистый, какой-то кусковой вышел. Такой не цельный, а кусковой. И сейчас у нас просто еще немного денег осталось от этой государственной программы. Мы хотим ограждение сделать. Когда делалось, все было так. Вроде и больших вопросов не возникало, больших проблем не возникало. То есть есть проблемы. То, что мы их услышали сегодня, попробуем делать то, что помочь. И, в принципе, привести в соответствие те незначительные штрихи, которые не доделались. Комиссия во главе с первым заместителем департамента ЖКХ все вопросы жителей взяла на контроль. А также обязала администрацию поселка пристально следить за наказами людей. И согласовывать с ними все работы. По итогам проверки чиновники признали, что в работе местной администрации есть нарушения. Проблема самая основная – это несогласование мнения администрации и жителей. Жители хотят одно. Администрация принимает решения, которые жители не готовы принять. И поэтому опять жители возмущаются. С ними проекты не согласовываются, что является грубейшим нарушением. Теперь люди надеются, что под контролем чиновников департамента все недоделки наконец устранят. Константин Миронов, Александр Мажаров. Шестой канал. Продолжение следует. Пешеходы. Раньше на этом месте был центральный въезд на рынок. А в палаточном городке велась торговля. В связи с этим на дорогу никто внимания не обращал. Когда же рынок переехал в торговый центр, а уличные лотки убрали, проблема вскрылась. После выхода нашего материала дорожное полотно привели в порядок. Хоть дорога и муниципальная, ремонтировали ее предприниматели за свой счет. Здесь, да, изменилось. Лучше стало ездить? Лучше. Намного. Ну, если дорогу подлатали бы. Раньше были ямы. Вот недавно ее сделали. Дороги, конечно, изменились. Заделали дырки. Ну и как? Стало ездить удобнее. Мне только заметил. Летаю теперь как это. На второй скорости ездим. А теперь коротко расскажем о других новостях. На взятки их попался и железнодорожник. Речь идет о главном инженере Владимирского филиала Горьковской железной дороги УАО РЖД. По информации ФСБ и полиции, мужчина 1984 года рождения, занимая руководящую должность, брал деньги с представителей коммерческих структур за возможность проведения ими работ в зоне ЖД путей. Взятки носили систематический характер. Свою вину инженер признал, со следствием сотрудничал. За мошенничество преступник получил условный срок 4 года и штраф 80 тысяч рублей. Из РЖД взяточник уволен. Установил видеокамеру в дамском туалете. Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Коврово. По данным следствия, в апреле нынешнего года подозреваемый разместил в женском туалете своего офиса видеозаписывающее устройство. Более полугода камера фиксировала все действия женщин. Сделанные видеозаписи мужчина отсматривал и хранил на рабочем месте. Вычислили подозреваемого по первому кадру. При установке включенного устройства зафиксировала его личность. Пока потерпевшими признаны три сотрудницы. Подозреваемый с работы уволился. Уголовное дело завели по статье нарушение неприкосновенности частной жизни человека. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Карантин снова продлили. Среди учеников 36-й школы новые заболевшие вне больничной пневмонии. В этот раз диагноз поставили сразу двум ученикам. Теперь количество больных возросло до 17 человек. Напомним, из-за вспышки вне больничной пневмонии школу закрыли на карантин еще 17 октября. С тех пор дети занимаются дистанционно. Новые случаи заболевания в Роспотребнадзоре объясняют тем, что у пневмонии долгий инкубационный период. До трех недель. Дети, которые заболели сейчас, заразились еще до карантина. Во всех помещениях школы были взяты смывы. Они показали, что в школьных помещениях источника инфекции не было. По нормам СанПИНА карантин продлили на неделю. Если новых заболевших не будет, дети вернутся на учебу 9 ноября. 4 ноября в День народного единства закроют движение всех видов транспорта под проспекту Ленина. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий. Участок от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана будет перекрыт в течение трех часов с 9 утра и до полудня. Транспорт будет направлен в объезд по федеральной трассе М7, а также улице Мразина, Белякова, Мира, Горького. Жизнь большой страны в фотообъективе юных авторов. В преддверии Дня народного единства во Владимире открылась всероссийская молодежная выставка «Конкурс «Лица России-2018». На ней представлено 260 работ молодых авторов из 23 регионов страны, а также Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Авторы лучших фоторабот получают призы от профессионального жюри. О секретах уличных кадров от юных фотографов расскажет Маргарита Махрова. Они не расстаются с фотоаппаратами даже на выставке. Ловят интересные моменты и делают снимки. Юные фотографы приехали во Владимир со всей страны. Алина Аширова из Омска. Фотографией девушка занимается уже несколько лет. Ходит в фотоклуб. В этих работах постаралась передать жизнь родного села Мыс. Например, как ее бабушка печет булочки. Чтобы все как бы живое получалось, чтобы интереснее было. Хотела подходить к моменту, как бабушка лепет там, стряпается. Она очень добрая, она любит людей. Она очень добрая. Конкурс для молодых фотографов до 30 лет и выставка лучших работ финалистов проводится в рамках традиционного Всероссийского фестиваля народных культур «Содружество». Его раз в два года проводят во Владимире. Талантливые ребята со всей страны приезжают, чтобы обменяться опытом и побороться за награды. У каждого участника свой секрет удачного снимка. Можно поймать момент, допустим, когда кто-то хочет сфотографировать кошку, которая в итоге прыгает. И ты ее успеваешь фоткать, когда она еще прыгает. А иногда можно постановить, то есть поставить, сказать, сделать эту эмоцию и так далее. На выставке более 200 работ из 23 регионов страны, а также Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Из 2000 присланных заявок лучшие отбирали члены интернационального жюри. Одна из главных задач – показать культуру, традиции и просто интересные мгновения жизни большой страны. Если человек, соответственно, фиксирует, просто фиксирует действительность, да, это когда-то нужно. Но когда человек, прежде чем нажать на кнопку, думает, это сразу чувствуется. И это ценится высоко. Были и споры, и разные мнения. Ну, в конце концов, жюри пришло к консенсусу. Среди конкурсных работ уже выбрали победителей. Чей снимок стал лучшим, сообщат в конце фестиваля через несколько дней. Каждый вечер у них проходят мастер-классы, встречи с известными фотографами, обучение, значит, приемы фотографий. Гран-при один, а наград много. Для студий первое, второе, третье место. Для ребят много по разным возрастным группам. В каждом кадре своя философия, свой взгляд и неожиданный ракурс. Организаторы уверены, что в этом конкурсе нет проигравших, потому что фотографии ребят увидят сотни людей. В Доме фольклора во Владимире выставка проводят до 18 ноября, а затем ее планируют показать жителям разных районов области. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, Шестой канал. Отметить День народного единства, прогуляться по городским паркам и присоединиться к всероссийской акции «Ночь искусств». В эти длинные осенние выходные нас ждет сразу три нерабочих дня. Как провести их интересно и с пользой, расскажем в нашей афише. В субботу 3 ноября на развлекательные программы приглашают парки города. В дружбе в 11.30 вспомнят любимые детские стихотворения и сказки Самуила Маршака. В полдень посетителям загородного парка расскажут, как и когда отмечается необычный праздник – Всемирный день приветствия. В это же время Центральный парк предлагает отправиться в танцевально-музыкальное путешествие. Для юных гостей там пройдет программа «Домесоль». 4 ноября отмечаем День народного единства. В 10 утра на площади Победы пройдет торжественный митинг-концерт. А в Суздаль в этот день вспомнят героев народного ополчения – Минина и Пожарского. Усыпальница князя Пожарского находится на территории Спаса Ефимиева монастыря. 3 и 4 ноября Владимирская область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она проходит под девизом «Искусство объединяет». В рамках акции специальные вечерние программы подготовили музеи, библиотеки и концертные площадки Владимира и области. Так уже 3 ноября в городском дворце культуры пройдет литературное представление от артистов театра-студии «Новая сцена». Оно называется «Сказки, рассказанные ночью». Начало в 20.30 приглашаются все желающие. По программе Владимира Суздарского музея-заповедника акция продлится целых два дня. В субботу с 18.00 до 10.00 вечера гостей ждут музейной экспозиции палаты Дмитриевского собора. Там пройдут экскурсии и музыкальные программы. В музее «Хрустали Август» в Хрустальном в этот же вечер пройдут мастер-классы, концерты юных владимирских музыкантов и профессиональных исполнителей из Москвы. 4 ноября в Суздале, начиная с 6.00 вечера, проведут экскурсии по вечернему Кремлю, расскажут об истории древнего города и порадуют музыкальные программы от эпохи барокко до наших дней. Посещение экспозиции и концертов платное. 4 ноября с 6.00 до 10.00 вечера бесплатно можно будет посетить экспозиции Центра пропаганды изобразительного искусства. Организаторы обещают, что в выставочных залах объединятся живопись, декоративно-прикладное искусство, кинематограф, театр и музыка. Гостей ждут сразу два концерта, кинопоказ документального фильма и даже моноспектакль. Двери в корпус областной библиотеки для детей и молодежи на проспекте строителей 23 тоже не закроются до глубокой ночи. Посетители ждут концерты, мастер-классы по рисованию, хореографии, фотоискусству, а также литературные шарады, игры и экскурсии. Кроме того, в библиотеке откроется виниловая комната, где меломаны смогут послушать хорошую музыку. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Хороших выходных. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОД